Разгадка тайны живых камней в американской долине смерти. Много лет ученые пытались понять механизм уникального феномена. Десятки валунов в Национальном парке США из года в год сами собой передвигаются по земле. Научных версий было множество, но при практических проверках все они оказывались несостоятельными. И вот, похоже, ответ найден, и он сугубо мистический. Дмитрий Штоколов продолжит тему. Долина смерти считается одной из самых загадочных территорий Калифорнии. Местные блуждающие камни давно стали предметом научных изысканий. Но рационального объяснения их поведению до сих пор не удалось найти ни одному специалисту. И сегодня, рассказывая об этом удивительном явлении, американские ученые не стесняются говорить о мистике. Эти камни живые. Это однозначно какая-то магия, если хотите. О том, что огромные камни действительно передвигаются по дну высохшего озера, говорят следы, которые за ними остаются. И эта поразительная картина наблюдается здесь уже более полутора столетий. В середине 19 века на этом месте было пресное озеро. Золотоискатели, направляясь на прииски, пополняли здесь запасы питьевой воды. Но в один день озеро словно испарилось. Говорят, что тогда в поселении золотодобытчиков началась страшная лихорадка. Уехать смогли лишь немногие. В итоге более ста человек умерли тут в считанные дни. Но узнали об этом лишь спустя полгода, когда на смену приехала другая бригада. Чтобы не подхватить инфекцию, полуистлевшие останки закапывали в спешке, как придется. Чтобы не навредить прибыльному бизнесу, рассказывать об этой истории старателям запретили. Но однажды люди заметили, что по засохшему дну начали двигаться камни. Сначала пытались объяснить движение булыжников сильными ветрами. Но какой ветер может сдвинуть валун в 50 килограммов или даже больше? Кто-то утверждал, что причиной всему пусть редкие, но бурные дожди. Но и эта версия не подтвердилась. Камни скользят и по влажной, и по сухой земле с одинаковым успехом. Скептики были уверены, логическое объяснение этому явлению обязательно найдется. Семь лет назад за камнями установили круглогодичное наблюдение. Каждый булыжник даже получил собственное имя. Мэриэнн, Нэнси, Элли. За время эксперимента только два объекта из 30 не поменяли своего местоположения. Совсем недавно мы проверили одну теорию. Зимой по ночам на камнях образуется иней, а днем он начинает таять, из-за чего может образоваться небольшой подмыв. Тогда под собственной тяжестью объекты могут сдвинуться. Но в нашей лаборатории камень переместился за год лишь на пару сантиметров. Тем временем в долине смерти булыжники за год могут преодолеть до четверти километра. И только сейчас ученые обратились за помощью к эзотерикам. Собственные методы исследований у них, похоже, полностью исчерпаны. Как уверяют местные экстрасенсы, версия здесь может быть только одна. Она буквально лежит на поверхности высохшего озера. Точнее, под поверхностью. По мнению эзотериков, камни передвигают неупокоенные души золотоискателей, которые умерли здесь полтора века назад. Вы только представьте, сотни душ застряли между небом и землей, и они хотят, чтобы их похоронили согласно правилам. Я уверен, камни останавливаются там, где находятся непогребенные останки очередной жертвы золотой лихорадки. Чтобы доказать эту теорию, нужно проводить раскопки. Но долина смерти уже много лет является частью одноименного национального парка. Вести тут какие-либо земляные работы запрещено законом. Мы уже давно могли бы доказать свою теорию, но нас никто не слушал. И, разумеется, никто с инструментами не подпускал нас к долине. А если копать тут без разрешения, можно попасть за решетку. До последнего времени власти штата вполне устраивал тот факт, что ученые не могут объяснить природу блуждающих камней. Ведь загадочная долина является местом притяжения сотен туристов. А это хоть и небольшая, но стабильная статья доходов. Но, похоже, теперь у чиновников не осталось выбора. Раскопки неизбежны. Этим делом заинтересовались федеральные власти США. И, возможно, уже в ближайшем будущем тайна долины смерти будет раскрыта.